Всем привет! Меня зовут Даша Сак. Рада приветствовать вас на канале Духи Рэп. И сегодня у нас одна из ваших любимых рубрик «Слепые затесты». Сегодня мы собрались с таким необычным составом. Первый раз мы в такой троице. У нас сегодня Денис Ивасик, Карина Цакоева и я. И первый раз у нас будут совместные слепые затесты. Как вы? Как настрой? Боевой. Да, боевой. Мне кажется, что многим, кстати, полюбился наш тандем в плане слепых затестов. Так что вы, может быть, ждали. Я уверен, что вы ждали. Так что сегодня мы с Кариной и с Дашей тоже, конечно, вместе будем трудиться и развлекать вас нашими носами. Действительно, нашим подписчикам очень понравились затесты с Кариной и Денисом. Поэтому продолжаем в том же духе. Я надеюсь, что тоже сегодня не подведу ребят, и нам с вами будет очень интересно. И сейчас напомню, какие у нас правила слепых затестов. У каждого из нас есть вот такая замечательная коробочка. В этой коробочке по три аромата, которые подобрали мы для своих коллег. У меня спрятан здесь еще четвертый аромат, и это по заявкам наших подписчиков. То есть это тот аромат, который чаще всего и больше всего просили в комментариях. И вот так вот по очереди будем угадывать, будем обсуждать. Поехали. Ну и так как у меня в коробочке четыре аромата, поэтому начнем мы с моего. Отворачиваемся. Пока не поворачиваемся. Пока не поворачиваемся. Мне кажется, по звуку уже можно что-то понять. Так. Ну это прям такая классическая мужская парфюмка. Вот прям классическая. А вот я, кстати, пока не пойму. Мне вроде бы с одной стороны пахнет тем, что говоришь ты. С другой стороны, чем-то таким фруктово-цветочным. И оно вот для меня как-то пока что балансирует. То оно действительно в какие-то уходят больше мужские дебри, скажем так. С другой стороны, мне здесь слышится Шанель. И я пока не знаю. Начинается. Да, начинается. Началось в колхозе утро. Но мне здесь пахнет прям очень Шанеле подобным. Но у аромата, кстати, гендер есть. Ну я пока скажу, что женская. Вот почему-то сначала мне тоже пошло мужское. Но он как-то так... У меня даже ощущение, что я его могу знать. Потому что пахнет очень знакомо. Оно вот какое-то такое февральско-мартовское. Вот в духе вот этих наших с тобой любимых гиацинтовых историй с капелью. Вот оно здесь. Но больше это что-то грушевое. Мне пахнет прям вот каким-то... Таким подвыветрившимся лимонадом. Ты такой Газлайтин. Ты мне так рассказываешь то, что вообще я бабушек... И Даша уверена так смотрит с другой стороны. Я так тоже наблюдаю за вами. Потому что для меня это... Здесь есть компонент, который лично нам... Для меня всегда вот это мужской аромат. То есть за счет этого я часто плохо ориентируюсь в таком традиционном мужском люксе или в масс-маркете. Собственно, за счет вот этого самого компонента. А мне здесь для него не хватает какого-то вот напора, что ли? Он достаточно мягкий, я согласна. Или он мягкий, да. Он мягкий, но при этом здесь вот настолько вот это вот... Вот этот стандартный замес мужского пряного фужера. В котором травы, лаванда, кумарин, розмарин, цитрусы подслащенные. Вот где-то вот так. Но он как-то так очень приятно сделан. Если это будет что-то московое, то прям для меня это будет скорее открыть. Мне нравится. Но я почему-то пока все равно буду продолжать топить за женское. Ну или за унисекс. Но я больше это вижу на как бы представительницах женского пола. А нарисуйте мне образ. Вот какой будет человек, что он делает, куда идет, как выглядит. Он до боли знакомый. Просто скажу, чтобы еще раз для себя отметить. Меня почему-то уносит в Шанель по-прежнему. А почему не какой-то из мужских Шанелей? Таких вот, ну прям классических. Мне мало вот этого напора. Пурмесье другой. Нет, Пурмесье это ли... Да, вы Пурмесье недавно... Два раза. Надеюсь, что пока без Пурмесье мы обойдемся. Он, кстати, тоже был в газотестах когда-то. Я его прям обругала. Нет, ну это такой прям, ну типа человек-сосед. Ну то есть это вот тот запах, который ты можешь встретить в лифте. Когда заходишь туда, и там вот так вот как-то пахнет. А мне прям пахнет 1932 Шанелью. Ну вот прям не могу. Вот, и хотя я часто про нее говорю, когда... Ну не то, что часто, но реально у меня бывает, если по газотестах, что как-то почему-то у меня вот бывает ассоциация именно с этим ароматом. Дорогая редакция, подсуньте Денису. Да, уже как бы лютанца посунули. Давайте вот по Шанели мне теперь Бутиковым поведите, пожалуйста. Но пахнет действительно вот. И мы с тобой, по-моему, уже обсуждали, я не знаю, даже согласишься ты или нет, что у Шанель в принципе часто можно что-то напутать, потому что оно вот все крутится на одной базе. И как бы там шаг влево, шаг вправо. Ну примерно все, ну не все, конечно, но, например, в рамках... Ну не перекликаются. Да, в рамках Бутиковой что-то можно как бы напутать. Поэтому, ну вот, я бы сказал про 32-ю, но где-то вот, да, в общем, по-любому Шанель. И вот больше всего пахнет 32-й. Для меня это вот реально человек-сосед. То есть ты заходишь в лифт, там так пахнет. Вот твой сосед недавно спускался в лифте. Ладно, давайте поиграем в игру. Мне какими-то мускусными фруктами пахнет. Мускусные фрукты есть. Ну, собственно, а что мешает тебе мужскому классическому аромату быть с фруктами? Возьми тот же самый Азару Вонтед. Там даже бешеное количество ананасов. Азару Вонтед это, собственно, омаж всем мужским фужерам 70-х. Его почему так и не поняли сегодня? Потому что на самом деле, ну то есть типа он вышел в марки, в которой традиционно такие достаточно недорогие ароматы, которые покупают там пацаны-студенты. Но аромат сам по себе вообще на другую целевую аудиторию. Он на аудиторию там, ну, условно наших пап по возрасту. Давайте с вами поиграем в игру. Если бы вам предстояло этот аромат продавать, в какой бы флакон вы его завернули и какое название вы бы ему дали? Я бы что-нибудь сделала со словом спайс, возможно, ну, как специя. Возможно, амбра, потому что амбровое что-то здесь есть. Но именно не та амбра, которая там в Раважоре или в какой-нибудь глазе Тигра и Гуччи. А это именно то, что называют амброй, когда делают вот эти опять же... Слушай, у нас одно и то же. Сейчас, может, Даша нас решает. С другой стороны. Я могу еще свой дать. С другой. С другой. Пегас, да. Ну да, одно и то же. Могу еще свой дать, то же самое. Я бы сказал, что это что-то... Вот у меня пошла ассоциация, ну, какой-нибудь там springtime, не знаю, что-то там. Весеннее что-то? Да, что-то вот вполне такое весенне-летнее. Для меня этот аромат тоже весеннее. Я просто не вижу сюда на твои гиацинты, потому что в прошлый раз это попадалось постоянно. Но я, кстати, здесь тоже слышу гиацинты в этом аромате. Я не скажу, что это прям гиацинты, но вот настроение какое-то вот это... Ну да, что-то такое. Для меня это тоже весеннее. Слушай, мне немножечко, ну прям очень, это не оно, но мне даже и железной девой немножко пахнет. Не хватает металлической вот этой, конечно, основы, но вот эта вся грушевая какая-то такая вот... Тебе нет груши? Ответь честно. Так, а что тебе есть? Я еще раз говорю, классический, вот такие сладковатые цитрусы, возможно, как цукаты цитрусовые. Слушай, ну если это не Шанель, то... И вот эта классическая абсолютно такая сладковатая, амбровая мужская парфюмка. Это похоже на Шанс какой-то может быть. Последний. В смысле? Нет, я не права, я просто Шансы называю последний. У меня был просто классический, но он тоже такой помощнее. А это вполне мог бы быть какой-то из шансов, мне кажется. Просто я, к сожалению, точно не помню там зеленый, розовый и прочее. У меня был классический. Вот очень... Ну смотри, зеленый это такой я помылся. Розовый это такая цветочная мускусная розовая водичка. Которая последняя у Вива, она еще и с грейпфрутом. Вот и все. Ну вот мог бы он, мне кажется, туда тоже встать, в эту линейку. В общем, я поставлю на Шанель. Да. Подвозим итог. Аромат понравился. Мне скорее да. Средний, средний. Я не могу сказать, что я там в восторге, но это не то, что меня раздражает. Ну это, скажем так, коммерчески какой-то успешный аромат. Он может быть не суперуспешный. Это может быть опять вот люкс второго эшелона. Типа Арман Баси, типа какой-нибудь Босс. Что у нас там еще? Ну вот этот вот сегмент такого люкс, слэш масс-маркет, вот эта вот тонкая грань, где они перетекают друг в друга. А ты бы носил, да? Да. Ну это не то, зачем я бы побежал сломя голову, как бы, и на первое место в хотелках он у меня не выйдет. Но как бы так записать на подкорку, что вот такое есть, в принципе, если... Ну где-то, кстати, где-то какие-то припудренные цветы здесь правда есть, но все равно они, помимо них, есть вот все то, о чем я говорила. Ну что, поставим? Просто интересно, что у нас, по сути, кардинально разные взгляды. Да, вы обсуждаете абсолютно? И мне очень интересно, да, что это будет. Мое восприятие, оно ближе к Денису, я честно могу сказать. Да, отворачиваемся, сейчас я достану еще крышечку, потому что крышечка тут лежит отдельно. Но я хочу сказать, что, Денис, ты угадал. О, фух, потому что он у меня был. Это Шанель-шанс. И я чувствую, что оно, как бы вот... Так, снято проклятие дубль два, да, поэтому как бы... Ну вот, значит, узнается ДНК Шанель, если его, как бы, мне кажется... Ну, мне кажется, у этого аромата он очень. Я специально выбирала такой достаточно популярный. Это туалетка или парфюмерка? Это у нас туалетка. Потому что у меня была парфюмерка, и вот она была более напористой такой. Вот такой вот. Ну как? Что тебе... Что так? Тебе же нравилось. Нет, нет, мне он... Я говорю, мне он не нравился никогда, чтобы я его носила. А бонять нормально. Ну, честно, я просто как-то вот к таким очень мейнстримовым ароматам просто в целом отношусь. Ну, не то, чтобы плохо, нет, я не говорю, что они нам ужасны. Ну, в свое время они надоели. Мне очень понравилось, что у вас диаметрально противно. С другой стороны, что самое интересное, ведь на самом деле по пирамиде-то ближе была я, потому что там типа цитрусы и пачули. Вот. Но он, да, он женский. Но слышу я то же самое, что Денис на самом деле. Для меня этот аромат это тоже какие-то весенние цветы, это гиацинты, какая-то вариация этих гиацинтов. Я их вот все равно там улавливаю. Поэтому для меня вот прям описание Дениса, оно максимально близко к тому, как я вижу этот аромат. Да. Все еще нет. Хороший он, да. Отворачивай. Какой звук шуршащий, интересный. Ну что, господа эксперты, что в черном ящике? Вот теперь грушу слышу я, зачем такую немножко переспелую. Я соглашусь, но не могу ее описать, но точно не какая-то такая томная, тягучая. Она какая-то, да, такая весенняя роза. То ли она такая припудренная немножечко. Нет, что-то очень, какой-то очень знакомый аромат на самом деле. Как будто бы я прям недавно с ним общалась. Ну, я подозреваю, что это может быть прям маркировано как женское. Ну, опять же, те, кто увлекаются, без разницы, я бы носил спокойно. Но подозреваю, что там, скорее всего, там for women или там что-то вот такое есть. Ну, это либо для женщин, да, я бы тоже сказала, что это скорее всего. Ну, потому что он очень такой фруктово-цветочный. Вряд ли его прям ориентировали на мужчин. Хотя я бы... Ну, то есть кому это будут продавать? Скорее всего, это бы продавали девушкам. Он какой-то очень такой весенний. Такой юный, да, прям. Не тяжелый, да, не навязчивый. Хотя, кстати, вот есть у меня подозрение, что может он чуть-чуть, ну, лично мне посвербить так, если можно... Он придушить немножко может, мне кажется, если переборщить. Вот прям ощущается, что он такой, ну, не акварельный аромат. Я согласен, что цветочно-фруктово-мускусный по нотам. Ну, вот мне очень так вот, да, замыливает таким вот лаком для волос. Ну, что это у нас, да. Ну, наверное, может быть, какая-нибудь горденья, да, там вот. Я так пока поставлю на нее. Мне немножко напоминает какой-то аромат, наверное, даже не вспомню сейчас какой. Мне что-то напоминает немножко линию Арман-Басси. Может быть, даже какое-то такое яблочко кисловатое здесь есть. В сегменте, в каком это продается? Или в каком бы продавалось? Я бы сказал люкс. Как-то вот. Ну, это люкс? Да. Масс люкс, хай люкс, люкс-масс-маркет, вот куда? Мне кажется, это широко представлено. Я бы лично в масс поставил, да. В масс люкс, в смысле, опять же, вот типа бренда вот этого второго эшелона, или первого эшелона. Ну, не бруно-бананис эскада, но... В этом бруно-бананис эскадо. Но что-то такое вот средненькое. Угу. Как-то вот. Я не так давно очень похожий аромат нюхала, и мне почему-то очень напоминает сильно Байреда, какую-то розу Байреда. Я начинаю здесь больше тоже розу слышать, но она для меня здесь пока вот не главенствует. Она не главенствует. Она не главенствует. Я почему сейчас вспомнила этот аромат, потому что я его когда слушала, он меня тоже немножко удивило, потому что там прямо в названии там что-то типа роза ничейной земли, да-да-да. И она тоже вроде бы в названии вынесена. Она же, по-моему, роз муар есть, да. Но при этом она, как бы, она здесь есть, она вынесена в название, но при этом она не главенствует. Мне больше пока фруктовости. Причем вот говорю, да, вот с грушей я согласен, что она здесь есть. И вот, ну да, мне каким-то яблоком тоже немножечко дает. Это груша-роза вот что-то. Груша-роза, хорошо. Да, ну груша-роза, да, скорее. Кто бы его носил? Такой он, кстати, похож немножечко, знаешь, на, знаешь, я ко всем обращаюсь, немножечко на идоль похож, вот с чем-то он меня, кстати, уводит туда. Не скажу, в какой из трех, ну, нет, последний скорее нет. Интенсия плохо помню. Может быть, кстати, даже первый, где ты, знаешь, там, ну там же груша была, вот. И как бы вот меня, да, вот такая вот, кстати, да, я не знаю, как бы могла ты его нам подсунуть или нет. Отворачивайтесь. Но очень у меня в идоль. Я его, собственно, это не идоль. Ну, это ланком. И я его, собственно, затем и добавила, что... Все, можно заправить? Да, открывайте глазки. Я его затем и добавила, потому что, когда вышла доль, у меня был один вопрос. Зачем вам еще один мир округ? Они действительно, на мой взгляд, похожего ДНК. Да. Да, похож. А здесь, по-моему, даже в пирамиде, кроме груш, что-то там вообще какая-то маленькая. Там магнолия, там магнолия, что-то такое. Я не помню, есть ли там груша, на самом деле, но это не так важно. Для меня просто это вот реально, типа, а зачем вам еще один генеральный секретарь? Да. Оно мне нравится, но имея флакон или Миракл, или Идоля, а учитывая, что... Просто учитывая, что один все еще продается, вот у меня вопрос в целом существования первого Идоля, что ко второму, третьему у меня нет вопросов. А вот, к первому, у меня есть вопросы, типа, ребята, у вас уже есть это, вы просто дайте этому новую жизнь. Слушайте, я еще хочу сказать, что это, на самом деле, и не самый, наверное, интересный аромат Ланком вот всей этой линейки, если мы не берем бутик, если мы берем именно такую... Основную кашу, да? Ну, Миракл гремел в нулевые, прям, это был один из, прям, действительно, самых главных счетов. Нет, я к тому, что, как бы, зачем, действительно, делать этот перевыпуск, потому что, мне кажется, что, ну, можно было какие-то что-то, либо уже что-то принципиально новое собирать, либо покопаться... Ну, они решили сыграть, да, на... Ну, сыграли, понятно, на чем. Сыграли на самом популярном профиле вот таких вот мускусных цветов, розовообразных, скажем так. Ну, они, на самом деле, между собой не особо сильно-то и отличаются. Я, кстати, согласен, что для меня какая-то перекликалка есть между ними. Я тоже сначала, у меня первый такой момент был, что... Ну, Шанель все-таки здесь нет. Все еще нет. А вот, потому что у Шанель вот эти, там, по-моему, почули есть тоже в Шансе. Там цитрусы с почулями. Вот, и как бы, да, все-таки вот база Шанель, ну, она считывается, здесь ее нет, естественно, в Миракл. Ну, да. Ну, как бы, да, оно вот, да, и доля подобная. Вот если их вот так вот сравнивать, они, на самом деле, ну, достаточно между собой будут... Скажем так, просто обычный рядовой пользователь, вот обычная девушка, которая не парфманьяк, которая не разбирается в теме, она придет в магазин, она понюхает один-второй, она разницу между ними особую не почувствует. Вы серьезно сейчас, ты серьезно сейчас, мне хочется сказать, что ты не видишь принципиальной разницы между Шансом и им? Она есть, я не говорю, что они одинаковые. Так, они же, ну, прям реально разные. Где-то рядышком пляшут. Я бы сказала, что Lancome Miracle, это вот одно семейство, опять же, с Идолем, с Блузой YSL, с Делиной. Что у нас там, Last in Paradise, все вот эти фруктово-вускусные розочки. Фруктово-вускусные розочки. А это все-таки... Мне просто сложно сказать. Она, на мой взгляд, Шанс, вот первый классический, он ближе все-таки к этим, в воде чудес. Оду Мервей. Оду Мервей, вот опять же, вот эти цитрусы, вот там они с елочкой, а здесь они с почули. Вот как бы это вообще, ну... Давай, но с разницей между ними не принципиально. У меня тоже, я бы сказал, я скорее с тобой соглашусь, просто для меня чувствуется база Шанель, и она как бы дает понять, что это все-таки Шанель. Здесь все-таки, ну, больше про розную тему, но в целом, как бы да, вот если вы составляете какой-то такой, грубо говоря, весенне-мускусный такой фруктовый цветочный гардероб, то да, можно их два было бы туда спокойно поместить. В одну подборку их спокойно, в одну подборку их можно спокойно совершенно ставить, и они будут, ну, для меня про одну тему. Едов нулевых. Так, теперь моя очередь. У меня шанс вообще новогодний. Я, кстати, с тобой соглашусь, потому что я его не мог носить в любое иное время года, кроме как зимой, да. Ну, опять же, вот это цитрусы с почулей. Так, прошу, если вдруг будет мало. Ну, это же что-то совсем другое. Вот это, подожди, а не Делина ли это эксклюзив? Нет. Сразу нет? Нет, я просто как бы думал, сразу ли тебе, скажем так, дать ответ. Но скажу, да, что это не оно. Ну, это очень стилистически в том направлении. Это сладкая роза. Такая личово-карамельная. Так. Для меня здесь скорее какая-то такая припудренная трава пока что. Личи я здесь чувствую, розу я здесь пока не чувствую. Ваниль. Вот ваниль, да, ваниль, припудренная зелень для меня здесь сейчас. По настроению он для вас какой больше такой какой-нибудь томный или там развязный? По настроению это, знаешь, такой хит распива. Вот это просто будет рассказывать девочки. Покупайте все. Это самая сексуальная парфюрка. Записывайтесь на распив, да. Записывайтесь на распив. У меня он улетает, как горячие пирожки во всем инстаграме страны. Вот это вот оно. Такая сладкая, действительно травянистость есть. Розочка, карамельные нити. Прям вот ощущение, что тянется. Карамелька. Вам такое близко или не носили бы? Я бы не поставила это себе в гардероб, но я бы могла это на себя нанести спокойно. Может быть, если у меня был бы отливант, я бы это носила или какой-то там остаточек во флаконе. И я бы это на себя нанесла, наверное, в конце весны. Когда еще цветут деревья, когда еще идет вот это вот буйство всего цветения. Но при этом весна уже все-таки сходит. Это вот ближе к конец мая, начало июня. И когда вот этот вот баланс вроде бы как еще цветы, но уже зелень. И вот это вот мое настроение. Какое-то легкое платье, вот это вот лето и еще все лето впереди. У меня прям почти точно совпадает прям с тем, что сказала Даша. Для меня прям вот это действительно какое-то вот такое настроение. Но я больше к лету его отношу, хотя ну примерно то же самое, да. И он такой, в нем есть такая нектарность. В нем есть именно вот это ощущение, знаешь, наденешь в парке все пчелы будут твои. Просто в нем нет фруктов, нет вот этой фруктовости, которая дает все-таки ощущение уже такого явного лета. Для меня это все-таки больше про цветы. А насчет сегмента? Или люкс, или ниша. То есть это опять, мы когда пытаемся сегментировать парфюмерию как нишевую, надо понимать, что есть какой-то такой стандартный профиль, которого в нише точно не будет. Это вот такая стандартная мужская парфюмка. Все остальное сейчас... Может быть где угодно. ...перетекает это все. Да, есть какие-то странные вещи, которых не будет наоборот в люксе. Но сейчас нишевые марки многие делают такое комфортное, понятное многим. И вот это может быть оно как раз. Я бы поставила на женский люкс, причем очень коммерчески успешный. И здесь есть чайок. Какой-то османтусовый как будто. Сколько бы отдали? Ну так, для себя. Тысяч семь. Да, прям вот. Семь-восемь. Так и есть. Я бы, наверное, поставила ближе, наверное, к пяти, к шести. Ну чуть-чуть такой. Ну ладно, будем считать, что по акции. Но да, это что-то... Ну для меня это что-то коммерческое, люксовое, очень успешное, популярное. Оно не может стоить супердорого. Это то, что должны прям... Ну то, у чего должна быть покупательская способность. Давайте тогда соберем все в кучку, и я вам его достану. Что у нас более-менее так по нотам, по звучанию? Ну вы вроде озвучили. Просто чтобы зрители тоже как бы... Зеленая, фруктовая, цветочная, роза здесь есть, османтус здесь есть. И какая-то такая ванили-карамелька. Так, ну я думаю, что... Даш, у тебя какие финальные мысли? У меня так и осталась, она припудрена зеленью. Османтус со стороны. Ты имеешь в виду зелень, прям скошенная трава? Траву, траву, да. Или какая-нибудь там... Трава какая-то, я бы не сказала, что скошенная. Нет вот этого вот яркого сока этой зелени. Ну в смысле не какая-то там горькая полыня. Нет-нет-нет, просто вот трава луговая. Зеленые ноты. Зеленые ноты, да, то что... Какой-то газон такой припудренный, ванильный, с цветами. Какие-то такие фрукты, ну прям очень... Скорее, это не фрукты, скорее, это османтус, я так чувствую, считываю. Не фрукты. Так, ну отворачивайтесь, закрывайте глаза. Сейчас мне нужно сделать пару движений, чтобы все-таки восстановить. Потому что я позаботился, чтобы не было подсказок. Монталь, там какая-то сложная крышка. Ну открывайте глаза. Это Марк Джейкобс, Дивайн Декаденс. У меня проскользнула мысль, что это Лола, которая необычная, а ох Лола Марка Джейкобса. Потому что вот эта нектарность, которая в ней есть, она... Я заблаговременно снял, естественно, крышку, чтобы вот этих не было. У меня с ним забавная история, что мне его прислала подписчица на слепой затест. И изначально как-то мне, скажем так, не очень пошло. А потом что-то так летом. Там шампанское, жимолость, куча белых цветов. Вот жимолость как раз эту медовость нектарность дает. Я так и подумал, что... Она обычно дает такое. Не помню насчет розы, но думаю, возможно... Но она же и называется на английском-то Ханни Сакл. Да, 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 да. Поэтому, в общем, я... У меня нет флакона, но мне захотелось почему-то вам его вот сегодня соказать. Ну это же просто роскошь бутиков. Это просто, как бы да. Но мне он приятен, в принципе. Вот на как раз-таки лето, какие-нибудь там, не знаю, вечерние такие посиделки, тусовочки. Может быть, там с каким-нибудь, не знаю, клубным продолжением. Все такое немножечко легкомысленное. Я не думаю, что я его буду офлаконивать. Хотя, кто знает... Не, ну это такой кич, который даже так плохо, что даже хорошо, вот правда. Да, это как так плохо, что уже искусство. Но мне прямо почему-то он вот понравился. Я, кстати, не знакома с этим ароматом. Я его сейчас первый раз... Я его даже вижу первый раз. Он мне как-то не попадался почему-то. Я не обращала на него внимания в магазинах. Ты не скажешь, бутиков пропустила. Ну да, я как-то, видимо, прохожу мимо этого. Но это очень... Ну нет, это, ну не знаю, у меня он остался таким же. Это хороший аромат. Меня на самом деле очень веселит этот флакон. Он не вызывает у меня какого-то прям отторжения. Потому что иногда бывают такие, на которые смотришь, и... Маменьки мои вообще просто кто и зачем это сделал. А это как-то весело. Я согласен, кстати, что у меня тоже отторжения нет. То есть бывают действительно флаконы, ты на них смотришь. А он не перешел вот эту грань безвкусицы. Он вроде бы прошелся вот по лезвию, да, как бы, но не завалился на эту сторону. Я вспомню, что здесь это ведь очень совпадает вообще с эстетикой бренда. Да? Посмотрите на то, как выглядят те же самые дейзи у них. Все эти резиновые цветы. Как выглядят лолы, вот эти резиновые цветы. А как в целом выглядит подача марки, это органично. То же самое, как, например, это у Маскина очень органично. Да. Потому что когда какой-нибудь бренд, который, ну вот условно вот эта фабрика Шанель, это может нравиться, но может не нравится, но это странновато выглядит. Согласен. В рамках столетия пятерки, да. Понятно, что они хотят омолодиться, но это примерно, знаете, как люди возраста наших родителей резко начинают разговаривать на молодежном. И это выглядит странно. А здесь это прям очень, вот очень органично. Ну это как вот недавно я делала подборки по ароматам, которые у меня попались два дома Булгари и Кортье. И я тоже говорила о том, что для меня те ароматы, которые я выбрала, у них флаконы были достаточно лаконичные и как-то эстетичные. Но при этом, если посмотреть на некоторые флаконы, да, этих Булгари и Кортье, там же иногда смотришь, вот красивые такие аккуратненькие, ровненькие стоят, стоят, стоят. Потом там фигак, какая-то непонятная просто бомбочка, что-то, какие-то эти. Считая неудачного флакона карата, который, вот этот дешевый жуткий пластик сверху, в остальном это Булгари, у Кортье как раз аккуратные флаконы. Оба ювелирных дома, да. А вот у Булгари, да, вот это вот роскошство абсолютно. Ну мне нравится. Мне нравятся все эти туберозы и жасмины. У меня внутри живет купец. Купец очень любит эти вещи, он говорит, давай принесем домой, поставим, людям покажем. Пусть стоит, глаз радует. И это к тому, что вот здесь вот бывает, да, когда смотришь, у тебя немножко такое разнообразие, что ты никогда не... Ты по внешнему виду, если стереть Булгари, можно не угадать, что это флакон. Ну если ты не знаешь прям точно, да, это не какие-то там кольца, еще что-то. Но ты берешь его в руки, и ты чувствуешь качество стекла. Это да, это да. Потому что у Булгарии стекло божественное. В отличие, опять же, от Кортье, который в... В Пантерах у них стекло хорошее. Хорошее, да. А вот с каратом они налажали жестко, потому что явно там был сначала красивый макет, давайте сделаем подешевле. Ребята, сейчас куча крутой смолы. Ну вот это вот крючочек на нем ужасный абсолютно, и само стекло ужасное. А у Булгарии стекло дорогое. Ну и возвращаясь, это вот как раз-таки, да, мне кажется, это... Он не выбивается, он не перешел эту границу какой-то бесплатности. Слушайте, мне, кстати, кажется, извините, что я перебиваю, что у нас в целом первый заход, ну более-менее как-то... Карина смотрит на меня осуждающим. Но как бы я думаю, Даша, не знаю, согласишься или нет, но что в принципе оно все где-то рядом. Оно рядом. Это про одно, да? Да, то есть как-то так мы не сговаривались. И скажем так, это вот зима, весна и лето. Ну да. Вот одна и та же дама может носить вполне. Погнали дальше. Ну что, следующий. И у Шапар, конечно, трэшовое стекло. Оно крутое тем, что оно покрашено изнутри. Но я, как человек, у которого несколько флаконов есть, вот с бутиковой коллекции, нахожу внутри наплывы. Он облезает? Нет, он не может облезать, потому что это цветное стекло, оно там внутри наплывы просто. То есть сама отливка не совсем идеальная. Хотя, казалось бы, Шапар. Да? Тоже ювелирный дом. Так, ну что, поехали, поворачиваемся. Я это знаю, мне кажется. Мне кажется, 99 начинаются у нас так слепые затесты с таких слов. На самом деле, с большой долей вероятности, правда, мы это знаем, потому что мы это где-то пробовали. И это тоже такая очень популярная парфюмка. Согласен насчет какой-то, да, такой лавандовости. Лаванда с полынью травянистая, горькая. Да, что-то такое. Абсентовая даже немножко. Чуть-чуть вот есть какой-то такой нюанс. Как в A Taste of Heaven, Киллиан, как вот в этом новом, одном из новых двух ликеров, которые недавно вышли. Я в Телеграм о них писала. То есть такая вот... И какая-то... Какое-то лекарство от моли. Лекарство от моли. Чтобы она не болела, да. Пока мне прям мужской аромат. Мне это, знаешь, H24 напоминает. Согласен. Я его как-то так воспринимаю. Мне H24 почему-то, хотя я, кстати, слушал его какое-то количество раз и не могу его записать на свою как бы парфюмерную подкорку, но мне почему-то хочется сказать даже что-то такое авентусоподобное. Но вот где-то там может быть. Может быть, не он конкретно, но один из... Мне кажется, в авентусе очень яркий ананас. Вот мне здесь... Вот лаванда с каким-то вот таким, может, даже фруктовым аспектом. Может быть, кстати, да. Может быть, кстати, в принципе. Насчет H24 я согласен, что да. То есть это вот этот профиль. Это вот такой профиль, когда типа хотели сделать мужские духи. Не совсем, как обычно делают мужские духи. Сделали странненько. Но это хорошо или плохо? Но противоречиво. Ты знаешь, это надо смотреть, мне кажется, в плане ношения на коже. Это среднее. Ну да, то есть это не вот эти... Да, это по поле авентуса содержащий продукт. Оно как бы... Да, поприятнее, скажем так, чем вот то, что обычно не очень приятно нашим носам. Но, да, но вот что-то, да, такое... Вот, знаете что? Вот если бы вот H24 взять, слить с авентусом в одну бутылку и разделить пополам, перемешав предварительно, вот это вот оно получится. Ну, в общем, я прям ставлю, да, или на авентус, или на какой-то из его там же просто огромное количество дьюпов. Поэтому я даже не буду пытаться угадать, что там есть это в плане какой из многочисленных его вариантов в других брендах. Просто если это оно, будет интересно потом посмотреть, ну, как бы, является ли он заменителем. Ну, короче, это продают мужчинам. Да, мужчинам. Это либо какая-то ниша, которая пробавляется копиями. Ну, не копиями, а то, что нас элегантно любят называть по мотивам. Знаете, не украли, а вдохновились вот из этой серии. То есть это не совсем буквально копирование, но это подражание. Либо это млюкс, который тоже, собственно... Вы бы это как назвали? Ты имеешь в виду прям название какое-то? Да, вот какое бы название вы этому дали? Вот по вашим ощущениям, по аромату? Не подбирайте просто свои фантазии. Я не могу прям, наверное, дать какую-то конкретную формулировку, но вот эти все стандартные мужские слоганы, типа там, не знаю, «Будь там лучшей версией себя» или вот что-то такое там «Предай себе себе». Дерзкий. Типа да, вот чего-то вот, да, такое мотивирующее, стандартное мужское. То есть да. А во что бы вы это облачили? Серый цвет. Для меня он такой серый, немножечко в зеленцу уходящий. Вот прям как наши стены, вот немножечко дать им зеленый подтон. Согласен. Может быть что-то такое синеватое. Или чуть-чуть синевый, да. Да, то есть вот такой сизый какой-то вот оттенок. Хотя вот сейчас немножко, не знаю, как тебе, мне начинает какая-то даже деревяшечка проступать. Деревяшечки там навалом. Да, как бы вот прям так она выходит. Я здесь, честно, вообще горошек чувствую. Консервированный. Нет, прям свежий. Вот который не горошек, цветы горошка, когда он цветет. Я давно не подходила к цветущему горошку. Я не чувствую, но какие-то вот, да, деревяшистые моменты начали вот мне здесь сейчас больше проступать. Какие-то такие даже, может, удовоподобные, но очень деликатные, то есть без вот этой всей медицины и пожаров. Ну, такое вот, да. Ну, может, какой-нибудь. Я кажется, это береза как раз. Вот условно какая-нибудь. Или там, может, даже какой-нибудь можжевельник, просто он здесь так немножечко заполирован чем-то. Носить, дарить что-нибудь? Скорее нет. Я тоже не носил бы. Без изюма? Скажем так, если это вдруг Авентус, просто такая партия. Нас же просвещали недавно, да, что на Бейснот там просто целые тома сочинений по поводу Авентуса. Если это неудачный бачкод, я сделаю вид, что я что-то в этом понимаю, вот, то, ну, зачем? Уже столько сказано всего нового, и есть куча интересных мужских ароматов, которые можно дарить и носить. А если это подражание, ну, тем более зачем? А по деньгам? Вот если бы вы это продавали, опять же, не надо угадывать, сколько это стоит, если бы вы это решили продавать. Ну, если это, я бы сказал, что это мужской люкс, соответственно, ну, там в зависимости от объема, грубо говоря, 3-8, вот, ну, наверное, нет, все-таки 5-8. Ну, пятерка, да. Уже 3 маловато. Потому что, опять же, если мы исходим из того, что это что-то подражающее, то оно должно сильно выгодно отличаться по цене. Но в качестве подарка кому-то я его вижу. То есть, если вы хотите вот прям, ну, без особых экспериментов, если вот там молодой человек, не знаю, мужчина больше по таким традиционным ароматам, но совсем что-то заезженное не хочется дарить, то вот, в принципе, мне кажется, не прогадайте. Но мне было бы приятно его с кого-то обонять. Давай подарим такому мужчине осаваш старый. Ну, мне, кстати, не скажу, что от него, он чем больше раскрывается, тем дальше, скажем так, тем мне, в принципе, приятней. То есть, я имею в виду, что я бы не носил его, но вот так обонять его от кого-то, если бы вот это был такой стандартный образ, такой стереотипный мужского парфюма, мне вот это, в принципе, даже приятно. Ну, я честно могу сказать, что для меня этот аромат, это из той серии, которые именно раскрываются. Потому что на старте он дает очень такую, сразу резкую и узнаваженную ноту. Он становится приятней. Да, со временем он прям разнашивается. Такая прям деревяшка с негромкой лавандой. Лавандой есть, да. Ну, сразу, собственно, нашли. Мне интересно, что это, узнать, что это такое. Достаю или еще что-нибудь. Так. Ну что, вы сейчас, я не знаю, порадуетесь или не порадуетесь. Сейчас я крышечку сюда надену. Это Орион, что ли? Крышечку он надевает. Это бракар, золотая лихорадка, черное золото. Ну, слушайте, для того, сколько это стоит, а стоит это типа 500 рублей какие-нибудь. Он, я не вспомню, но он очень бюджетный. Вообще огонь. Он прям мужской? Это прям мужской. Да, это мужская линейка у них. Ну, собственно, это такая у них линейка. Это те ароматы, на которых на самом деле бракар зарабатывает. Потому что вот эти все любимые эксперименты, они не настолько заходят публике, как вот это. Вот это вот прям продается. Вы в целом угадали пирамиду, да. Там есть лаванда, там есть вот вся вот эта вот деревяшечка. Они очень такой успешные, очень интересные. Меня, конечно, немножко пугает этот флакон, я честно могу сказать. Это у меня нет внутренней сороки, поэтому для меня это немножко странно. Ну, такая дружба прям просто, да. Это даже вот моему внутреннему купцу Василию, цыганских кровей, вот это не нравится. Мне тоже не очень, да. Василий бы не взял такое домой. Но согласитесь, ароматы вообще интересные. Ну, вообще-то да. Вот нам сейчас тут оператор машет, что 500 рублей это стоит. 500 рублей он стоит. Для 500 рублей вообще просто огонь. Да, класс. Засыпаем. Какой интересный звук он издает. Немножечко... Посвистывает. Немножко поет. Посвистывает дырочкой в боку. Держите, открывайте. Ой. Так, ну пока хочется сказать какая-то роза. Роза, роза, я пион. Мне иногда мама так по телефону звонит и говорит, роза, роза, я пион. Ну, пахнет, да, немножечко вот роз пиония, вот ланкомовским последним. Ну, мне кажется, я не знаю эту розу, потому что я только туда погружаюсь. Но мне приятно такая вот розная вариация. Я сейчас просто хочу дать ему так подраскрыться, потому что... Кому? Кто это будет носить? Ну, скорее всего, обращено это, конечно, женщинам, как мне кажется. Но я бы это делала унисексом, потому что я это на мужчине вижу, почему нет. Это не какая-то... Секмент? Люкс? Тут сложнее. Тут сложнее, но... Ну, в люксе я, может быть, вижу, но не в духе вот там ланком Диор. Может быть, вот какую-нибудь изю это бы встало. То есть какой-то такой люкс непопулярный. Ну, не самый зареженный люкс, да. Менее зареженный. Не то, чтобы непопулярный, а именно, знаешь, вот не такой на самом деле... Менее популярный, по сути, получается. Ну, да. Потому что условный там Сислея, он продается в сотни раз меньше, чем продается в Манком. А Сислея, Эрмес, Аквадепарма, это вот такие бренды как раз такого непопулярного, известного, но непопулярного люкса. Жанни, стоит дороже. Мне тоже нравится. Причем, по-моему, как-то там роза потихонечку уходит и то ли какие-то почули, то ли деревяшки выходят. Вот так вот мне он уже становится. Он у меня очень сильно перекликается с Ланкомом. Прям вот я сейчас срана буду. Для меня, кстати, нет, потому что Ланком для меня такой весенний, легкий, такой жизнерадостный. Это чуть-чуть он какой-то такой потяжелее, построже. Это такой построже. Есть еще. Ну вот мне пока розу почули. Может, перец есть? Так он мне немножечко щекотит. Нос щекочет. Я бы сказала, кожу. Ну, кстати, вот если мы говорим про пирамидку, ты пошел правильную дорогу, вспомнив роза пиония. Там у них, у этих ароматов, это не роза пиония, но у них есть, собственно, два общих компонента. Что там у нас? Мускус должен быть. Ну, это логично. Вообще вот просто. На старте чувствуются. Это инфососк. Да, да. Ты имеешь в виду между розой пионии и... Вот этим ароматом есть не один, то есть роза, а два общих компонента. Пион. Я не знаю, что мне здесь... Не знаю. Не знаю, что он мне здесь дает. Я бы сказала, потому что хочется сказать, что это перец, но мне это больше может быть ассоциативно к коже. Какой-то кожаный аккорд. Роза, наверное, тоже. Я, кстати, не пойму. У меня скорее, может, даже не черный перец, а розовый перец. Какой-то, да, вот такой вот. Ну, то есть тот перец, который вообще не перец, в самом деле. Ну, да. Который розовый ягод. Ну, такая, да, вот пряная розочка мне пока что. С такой, ну, с таким вот, да, каким-то почульно-древесным там основанием. Что там еще? Как бы вы это назвали, например, если придумывали ему название? Ну, какая-нибудь там... Мне хочется сказать, какая-нибудь такая Midnight Rose или что-то типа того. Что-то, да. Вот что-то вот туда. Мне рисуется образ как раз-таки это какой-то август, сентябрь, но теплый. Не как у нас сейчас холод, да? А когда вот еще тепло уже не жарко, когда это какой-то больше такая вечерняя сумеречная тема. Да, потому что это не такая июня... Июль, вот все так, это не вот это все. Не жизнерадостное цветение. Да, уже так, скоро будет осень. Уже воздух тоже поразрежет. Да, готовимся, как бы, да, грустить. Поэтому, да, такая, может быть, августовская вечерняя, такое начало сентября уже немножечко покрапывает. Да, вот скорее туда меня. Я просто... Мне нравится этот аромат. Мне тоже. Это сложно с розами, потому что у меня прям очень такая реактивно горячая кожа в плане розы, и на мне розные ароматы очень часто просто рассыпаются. И вот Карина знает, они на мне скисают. Поэтому на моей коже розы хорошо звучат, которые на самом деле не розы. Это там будет ланкомовская берберанза, да, которая больше с малиной, или, я не знаю, может быть, герленовская, которая больше не роза, а... Это, господи, ну, роза поп, она фиалка больше. Фиалка, вот забыла. Такая классическая розочка типа White Rose Forest, то есть вот эти старые пудровые такие розы. Вот такого плана... Кстати, вот ты начала говорить, извини, вот что-то какое-то малиново-пудровое здесь есть. Вот есть вот что-то, да, такое. Поэтому я попробовала бы это на своей коже, не знаю, села бы, не села, это исключительно такая индивидуальная особенность, но мне нравятся такие ароматы, и я такого плана ароматы носила бы именно вот еще неделю назад, когда у нас еще было тепло, и пока не ударил вот этот... Непонятные четыре градуса четвертого сентября. Арктический цикл. И для меня это действительно вечерняя прогулка, очень приятная. Я это спокойно слышала бы с мужчиной, меня это не напрягало бы. Да, меня тоже не напрягает. У меня здесь нет жесткого герлора. И я согласен, что вот сейчас я уже не хочу его носить, то есть вот уже... Вот было бы еще там недельку назад, да, сейчас уже... Так, ты обязана послушать, уже все в курсе вот этот Элда в бутиковой с розой. Я в нем ушла несколько дней назад отсюда, да. Тебе зашло? Да, он хороший. Все, хорошо. Значит, и... Ну, вот... Ну, ты просто понимаешь, о чем я там больше такая... Ну, там почули перец прям. Да, да. Вот оно сейчас уже будет время, мне кажется. А мне вот, кстати, вот этот аромат, у меня лично он есть в атлеванте, а я его ношу как раз... Вот этот, да. Флакона у меня нет, я все как-то... Все никак не куплю его. Я его ношу как раз вот типа сентябрь. Такой, но не такой, как сейчас сентябрь, опять же, четыре градуса, да? Бабье лето, или... Типа бабье лето, типа когда у тебя... Это что вы угадали по настроению. Настроение, как я его воспринимаю, вы его угадали, да. Настроение, которое в него вписал создатель, создатель Ли, то есть креативный директор и парфюмер. Оно, конечно, немножко другое. Но отворачивайтесь, пожалуйста. Ой, кстати, сейчас, извини, последнее. Немножечко и на Сент-Рок, мне, кстати, даже пахнет. Вот такими какими-то виноградно-винными делами, ну, такими. Перечно-почульно-розовыми с чем-то фруктовым. Последнее слово было, да. Но, собственно, прелесть наших экспертов заключается в том, что, вы знаете, они угадывают ароматы примерно на один раньше, чем вы этот аромат достаете. Открывайте глаза. Да! Ну, я же сказала! Ну, а в холостую даже. Я же сказала, я сразу первая, что он меня пошел на Ланком, а Ланком мне напомнил именно эту нитейную землю. Хотя они, конечно, на мой взгляд, абсолютно разные. Здесь розы, по-моему, по пирамиде с малиновыми ветками кажутся с кожей. И да, естественно, там почули, понятное дело, есть. Вот, посвящен он сестрам милосердия, которые спасали солдат с полей Первой мировой войны. Очень красивая легенда. Действительно, на мой взгляд, красивый аромат. У меня, благодаря Ксюше Вебер мне подарила крем для рук с этим ароматом. Вот, это, конечно, отдельное удовольствие. И у меня есть его от Левант. Ну, я буду топить за то, что я его угадала. Просто ты предвидела, понимаешь? Я смотрю все в его сторону. Они мне напомнили, они мне реально напомнили. Мне Ланком очень сильно напомнил эту розу, потому что я буквально неделю назад ходила в магазин, и я ее слушала. И поэтому я ее сразу вспомнила. Но я ее вспомнила на этом аромате. Соответственно, когда я все время сидела с этим блотером. Для меня они разные. Для меня они тоже абсолютно разные. А вот мне они, ну, я не знаю, может быть, я его так воспринимаю. Мне они прям зацепились заодно. Я смотрю все в его сторону, потому что у меня с Байреда как-то так пока непонятно. И вот это, наверное, ну, опять же, я падок на название. Мне вот это все название. История. Я так думала, эта красота, это шикарно. Нужно иметь аромат с таким названием на полке. Но не знаю. Может быть, я его нанесу. Я себе просто сказала, что когда я закончу от Левант, я куплю флакон. Пока я от Левант никак не закончила. Как он на хоже раскрывает у тебя? Он достаточно, вот как он есть, так он и есть. Никуда не рассыпается. Без сюрпризов абсолютно. Без сюрпризов, да? Да, причем у меня лично, на мне, больше лезут вот именно малиновые веточки прям с ягодами. Знаешь, вот если сорвать, сломить ветку малины, уже созреваю, созревшими ягодами, и просто вот перетереть это все вместе, как-то так. Я просто когда маленькая была, чай такой делали, просто малина росла на дворе, и ломали прям ветки и закипятили их в чайнике. Вот оно мне, вот этот есть момент. Ну, я, наверное, на самом деле, сегодня после съемки попробую нанести на свою кожу. Возможно, я тоже, потому что я приглядываюсь к нему так все, присматриваюсь. Я тоже, я ходила, перенюхала тогда много всего, не нанесла, а сейчас, возможно, я даже и... Мне кажется, он один из самых удачных у Байреда. Он не самый хит, он не самый популярный, он никогда не перебьет успех Балды Африк и Бланш, но, по-моему, он очень удачный. Он очень-очень, очень интересный. Так, едем дальше. Что тут в нашей коробочке? Даша, знаешь, это вот как Толерант говорил, предать вовремя, не предать, а предвидеть. Вот ты просто предвидела аромат. Я не знаю, но они мне действительно для меня, на мой нос, они похожи. Я не утверждаю, что так и есть. Возможно, это я их так слышу и воспринимаю, ну, потому что все-таки есть такой момент. Открывайте. Но я вот прям, да, у меня как-то четко они сассоциировались. Если будет мало, я могу еще. Не-не-не, не мало, достаточно. Прям озона так много. Озон, да, он очень воздушный. Мне кажется, это колонн, то самое вещество, которое пахнет дождем. Причем, первым это хотелось сказать акватика, но это скорее не акватика, а именно вот озон. Он прям воздухом, вот как будто бы холодный ветер сейчас в лицо подул. Это какие-то абрикосовые деревья. Я знаете, куда сейчас перенеслась с этим ароматом? Когда я была маленькая, я ездила в Волгоград и Волжская область. Там есть замечательный выход к Ахтубе, и он идет через частные дома. И частные дома, которые вот эти домики с белыми вот этими заборчиками, потому что там очень было много в то время этого белого цвета. И там вот эти вот абрикосовые, не персики только, абрикосовые деревья, которые были, мне кажется, везде, в каждом дворе. И, соответственно, это огромные деревья, которые над забором возвышались, и все эти абрикосы, они падали прямо на землю. Люди, которые шли к Ахтубе, они собирали с собой эти абрикосы, соответственно, их ели на пляже, потому что было просто вот коверт, и шел по этим абрикосам. Я почему-то сейчас перенеслась вот в то воспоминание. У меня есть подруга, которая сама из Петербурга, но бабушка, собственно, на юге, она приезжала на каникулы, Елена Александровна. Если вдруг Елена Александровна, вы насмотрите, огромный вам привет. Вот, и она, приехав в Петербург, рассказала своим там однокурсникам, одноклассникам, что она все лето на прекрасном юге ходила по фруктам ногами. Ее чуть не побили просто там вот, потому что это пахнет. У меня был гель для душа лет 10 назад. Вы прям все зашлись на абрикосе, я так понимаю, у вас как-то синхронно. Лет, наверное, 20 уже назад я очень любила один гель для душа фау. Он был такой с пузырьками вот в бутылке. Пробуждение или как-то так он назывался? Вот он очень похоже пахнет. Ну, я бы сказала, что это что-то ближе к каким-то нектариновым оттенкам, а с мантусу еще. Вряд ли это прям абрикос. Ну, абрикос а с мантусом. Да, просто у меня ассоциативный ряд. Вот я его вдохнула, и у меня сразу нарисовалась эта картинка. Я сразу вспомнила, как я иду по этой дороге. И вряд ли здесь абрикос. Это что-то, да, какой-то там нектарин, ассоциативного такого плана. Это что-то очень популярное. Это прям продается и продается много. И это очень любят наши женщины. Потому что здесь есть вот это то самое, как Джоан Роулинг в этом своем цикле, который она пишет под псевдонимом Роберт Гилбрейт. Когда Робин, ей мама дарит аромат о фреш шанс, она говорит, что единственное, что я могу транслировать этим ароматом, что подумают люди, то, что она помылась. Вот этот аромат, он тоже транслирует эту идею, что человек помылся. При этом это не мыльные мускусы, вот именно такие мылящие, как в Байре де Бланш, опять же. А это именно мускусы про такую вот свежесть, акватика, слэш фруктовый гель для душа, слэш какие-то вот цитрусовые травянистые нюансы. Я бы спокойно видела такой аромат в линейке Диптика. Я бы спокойно видела такой аромат в линейке Эрин Лаудер. Это что-то очень природное, это что-то очень такое простое, в хорошем смысле слова, простое. Он для вас натуралистичный, я так понимаю? Для меня да. Он для меня скорее не натуралистичный, но для меня это вот условно такой, знаете, вот то, что очень любят американки, оранжевого пояса вот этого самого, что типа это не мои духи, это у меня такой шампунь, вот такое. А там ниша люкс, сколько бы вы отдали? Я нисколько, я такое не ношу. Но я, если бы я это кому-то продавала, я бы это поставила там цену до пяти тысяч даже дешевле. То есть это, ну вот я с тобой не согласна насчет природности просто. Но для меня это вот бренды из серии, да, из Теллаудера скорее, или чего-то такого, но то, что у нас прям популярно. Ну я думаю, что можно уже вскрываться, потому что в принципе по звучанию, закрывайте глаза, более-менее было названо. Единственное, что ключевой компонент, можете открывать глаза, как бы который заявлен в названии, но в принципе вы ходили вокруг да около, можно сказать. Мне просто было интересно как-то его подсунуть, потому что, насколько я помню, тебе он не зашел. Мне он не зашел, для меня он скучный просто до одурения абсолютно. И да, это вот какие-то фрукты и амброксан, вот это вот. Для меня она все равно не груша, либо это какой-то сорт груши, с которым я не знакома. Хотя, ну тут собственно название вынесено, для меня это все-таки больше что-то такое вот персиково-абрикосовое. Ну я так понял, тебе более-менее зашло. Я не купила бы такой флакон, но опять же, если бы у меня появился такой отливантик, я бы его в лето. Попробовала. Для меня это просто чисто воспоминание, то есть я не то, чтобы очень хорошо знакома с этим ароматом, но он мне подарил сейчас такое приятное детское воспоминание, что если бы мне захотелось поднять себе настроение, и у меня, например, в летний день была бы какую-то грустинка на меня нашла, или я даже не знаю, зимой на меня бы нашла какая-то грустинка, вот я хожу по дому, и мне как-то тоскливо, то я бы нанесла просто, чтобы перенестись в тот яркий солнечный день, вот в эту абсолютно бескрайнюю Ахтубу, которая там тоже просто еще такое место было как раз, где Ахтуба в Волгу впадала, или как-то, да, Ахтуба в Волгу, там вот это вот раздвоение было, поэтому для меня это просто очень такое яркое воспоминание, поэтому чисто вот для этих целей я бы его там держала по пару миллилитров. Я просто недавно присылала его на слепой затест подписчица, и на коже он, я его нанесла на кожу, там в какой-то момент действительно есть такой проблеск грушевого сидра, ну такого очень разведенного. Я не люблю Марку, мне не нравится Марка. Я тоже скорее нет, но мне было интересно вот с ним. Она скучная, и чем мне не нравится, то что они это все всерьез. Ну да. То есть типа можно так троллить, а они не троллят, и это вот напрягает. Ну на самом деле вся история Джульет Хазеган, основная моя претензия ко всем ароматам, что если бы они это делали с более веселым выражением лица, и с менее какими-то академическими подходами к этому. Да, то есть они это все так преподносят, будто ни одного смешка воспринимай как бы как. Давайте честно. Когда им ароматы делал Киркджан, при всех там вопросах к Франсису Мэйсону, вашему любимому Франсису, который... Карбонат Мэйсона. Карбонат Мэйсона, да. При всех вопросах к нему за бокару, но все-таки он умеет делать красиво. Он сделал массу красивых ароматов, он умеет делать ярко, с характером и все остальное. И когда он делал для Романа Ричи ароматы, это было ярко. Когда Романа Ричи начал делать сам, мне безумно нравится его харизма. Он очень прикольный парень, он безумно харизматичный, но духи должны делать профессионалы. Ну что, отворачиваемся. У меня последний аромат именно из моей подборки. Тут сложный флакон, сложные крышки. Начинаются подсказочки, подсказочки пошли. А может наоборот, поворачиваемся? Может я на вас наоборот путать буду? Ну это какие-то прям такие... Это перец. Градские деревяхи, перец, да. Перец с деревяхой. Так, меня сразу почему-то в ком-де-гарсон унесло. Вот эти все там Black Pepper, Wonderwood, всякие там Загорские авиньоны. Ну в плане, сейчас надо подумать побольше. Но Загорская авиньона, наверное, нет, потому что там Ладан все-таки. А это именно вот... Это Montal Intense Paper, но мне кажется, он все-таки чуть более перченый. Это Wonderwood, Wonderwood, Black Pepper. Это же Honor Mouache мужской. Ну что это? Нет, для Power Samarkand нет. Нет, пошло копчение. Пошло копчение. Сладкое, более удовое. Лапсан сушенка пошел, да? Я его не боюсь. Не могу пить лапсан сушенка. Ну реально, очень в духе ком-де-гарсон. Это ком-де-гарсон. По поводу произношения Денисом французских названий, это вообще отдельная тема, потому что когда я снимаю какие-то индивидуальные съемки, я уже неоднократно говорила, что а можно вот в какой-то момент просто здесь будет так вылезать голова Дениса, произносить название, как это должно быть, а я буду дальше рассказывать про роман, поэтому я даже не буду пытаться повторить. Это такой 2015, ребята, это просто это вот время, когда были популярные уды с деревом, вот эта вот эстетика по горельцам и все, одежда в стиле пьяный портной, то есть это могло бы быть у Йоджи, например, сделано, хотя Йоджи Ямамото, он делает по-другому ароматы, но это может быть вот в стилистику, то есть такие непонятные странные черные формы в одежде и такой же аромат. Ну для меня здесь, честно могу сказать, какие-то такие маслянисто-семечковые оттенки. Он маслянистый, да, он маслянистый, он горелый немножко. Может там какой-нибудь, не знаю, ламда, ноут, да, всякие деревяхи. Опишите мне образ человека, вот как вы видите, что это за человек, в чем он одет, куда он идет, что он хочет. Вот я же тебе уже описала, вот у него какая-то странная симметричная одежда, скорее всего черного цвета, скорее всего, если мы говорим про шмотки, то это будет, допустим, если это мужчина, у него будут какие-то брюки и какая-то непонятная удлиненная холамида сверху, темная. Я прям, кстати, точно так же вижу. Вот это вот что-то такое. Какие-нибудь прикольные стильные очечки. Да. Мне просто даже нечего добавить, потому что у меня реально совпал образ вот тотально. А в какой флакон вы бы это взяли? То есть такой прям вот стрит-фэшн буквально. Черный. Черный? Ну, максимум коричневый, просто коричневые флаконы всегда смотрятся немножко как-то странно, поэтому вряд ли. Коричневые флаконы, они сразу начинают, типа, тебе амбра, коньяк, табак, вот это все. Да, да, здесь все-таки черный. Но реально, я ставлю на ком-де-гарсон вот куда-то туда. Я бы еще поставила, на самом деле, на какую-нибудь, не потому что ты там про крышки рассказывала, а это может быть какая-нибудь крышка типа бакелитовая, эпоксидная, что-нибудь, вот какая-то не совсем стандартная текстура. То есть не то, что мы привыкли, да, там стеклянный флакон, а крышка из качественного металла, покрытого металлом пластикой. Мне, кстати, да, сложно сказать насчет там фор-фактора, потому что я не вижу какой-то вот такой стандартный флакон. Оно может быть какой-то, ну вот как капельки или камешки барсоновские. Как капельки, камушки, ну что-то такое чуть-чуть. Что-то вот, да, такое вот. Да, нестандартное. Это может продаваться условно в магазинах типа, как они называются, магазин, я забыла название. Вы меня все сейчас напишите в комментариях, как называются эти магазины, что точно кто-то знает. Я бы мне вылетела из головы. И там вот продается такая одежда. И там может стоять какая-нибудь странненькая парфюмерная марочка. А если бы попытаться считать профиль страны-производителя марок? Может, ветивер, кстати, здесь есть. Да, есть. Горелый. Вот что это? Италия, Испания, Англия, что это? Америка, что это? Вот если вообще сейчас вот по вашему ощущению, жители какой страны, какая целевая аудитория, какой страны этот аромат был бы посвящен? Мне хочется сказать какая-нибудь скандинавская тема. Скандинавия или Германия? Да, вот туда. Но Германия на самом деле нет, потому что если это Германия, то это какая-то очень замудренная ниша, потому что на самом деле немцы любят как бы чистенько и не вею в массе своей. Но это может быть такой вот стиль немецкого техно, вот именно Берлин. Вот по ощущению, если бы, например, это мог бы быть Льла Бо, между прочим. Да, да. Вот это, скорее всего, не он, но это мог бы быть Льла Бо. С вот этим всем из серии, знаете, я провел три часа, приваясь в порядок, выгляжу так, как будто упал с дерева. Ну, примерно, как моя прическа. Вот. То есть что-то вот такое. Что-то такое, да. То есть Бруклин какой-нибудь. Это может быть какой-нибудь Бруклин. Это может быть какой-нибудь Копенгаген. Это может быть Берлин. Это что-то. Это не Париж. Это что-то современное. Это что-то такое современное, индустриальное. Какие-нибудь Нидерланды я тоже вижу. Да, да, да. Да, Северная Европа продавали мужчинам, женщинам? Всем. Ну, как бы, если вдруг там это, ну, мужское. Да, я бы тоже всем продавал. Но если там вдруг есть гендер, то это мужской, конечно. Ну что, еще пообсуждали? По деньгам 10-15. 10-15. Я бы тоже поставил на что-то вот такое. 10-2-3, грубо говоря, да. Просто пытаюсь вспомнить, но он немножечко пахнет... Нет, маловато для вот этого леопарда-тигра. Нет, тигр это гуча-амбра. Нет, тигр он-амбра вон сладенький. Нет, нет, я про Midnight Stroll. А, ты про Midnight... Вот, я просто не понял, кто там леопард, не леопард там. То ли леопард, то ли гепард. Какая-то такая зверушка. Он какой-то вот такой горело-елочный. Вот лес горит. Как бы, да. И еще перчиком все это сверху подсыпают. Да, да, да. Я честно могу сказать, что это не самая мейнстриновая марка, которая прям вот везде и все ее покупают. Но мне кажется, вы оба ее должны знать. Она такая. Ну, для людей, посвященных тему, она точно мелькает. Ну, Comme des Garçons. Йоджи Ямамото. А какой парфюмер мог это сделать? Вот если не марка, а парфюмер? Слушай, меня немножечко... Марк Бакстон, Антуан Ли. Марк Бакстон, вот это его профиль. Вот эти горелые помойки. Это типичный Бакстон. В лучшие дни своей жизни. Меня чуть-чуть изначально, я просто, кстати, все это не озвучиваю пока, но потому что мне мало вот напора, не чувствует НК. Меня немножечко в гуальтьере здесь есть. Но, я говорю, мало вот какого-то вот этого... Животины мало. У гуальтери везде какашка есть. Мало, да. Вот как бы мне маловато. То есть я тоже начал так прогонять. Какашек не положили. У Ортопоризи нет. Ты потом тоже сказала про интересный флакон, но у него там что, крышку снял и все. Поэтому, можно сказать, что ты нас путаешь специально. Вполне возможно. Но тоже ничего прям такого тотально горелого я не припомню, чтобы там было нигде. Оно все, конечно, вокруг этого столба, там горело пряное вот это, как бы, да. Но там, я говорю, для меня просто гуальтери, мне кажется, у него почти все ароматы, особенно в Ортопоризе, они все создаются вокруг какашечки. Да, да. Мы берем какашечку и на нее начинаем нанизывать дальше там вот это, вот это. Потому что в Нозамата или в этой Мария Люкс у него как-то больше немножко там вариантов присутствуют. А здесь это мог бы сделать Анжело Прегони, но опять же, методом исключения это не Прегони. Но у него, конечно, больше еще, у него гудрон везде есть. Я вижу это вот в Ком де Гарсон, потом я почему-то, я плохо знаю бренд, но поскольку недавно я послушал этот Элебай, я слышу это в Квинта Канта в каком-нибудь темном флаконе, может быть. Тебе здесь виднее, потому что ты лучше его знаешь. Я его тоже знаю плохо на самом деле, но Алиби, он ведь верный. Да. Вот. И он все-таки, ну, давай честно, это оммажь на... Анкор. Конечно. Вот. Поэтому, нет, это может быть тот же самый, да, Теренци, просто потому что... Кстати, я тоже подумал, Теренци в плане вот черного Теренци может скопировать что угодно, ну, правда. Ну, понятно. Марка, которая направлена вообще на всех и на все. Но если это аутентичное что-то, а не бренд, который просто делает, чтобы вообще его покупали все целевые аудитории разом, то это где-то не Теренци. Раскрывай. Последний вопрос. Носили бы? Очень под настроение, очень иногда. Я тоже скорее под настроение, но не полетел бы прям брать. Может быть, как-нибудь там, если совсем уже тухло на парфюмерной полке хочу. Для меня это скорее просто уже прожитый этап, потому что я во все это игралась, вот как раз там, типа, 2000... Угорел помойка? Да, вот помойка под Волоколамском, это был у меня там 13-й, 14-й год, когда просто-напросто как раз вот это был бум нишевый. И это, ну, стандартный путь парфюмоньяка. Сначала ты носишь просто духи, потом ты начинаешь копаться в люксе, потом ты начинаешь... Тебе начинает хотеться странненького. И вот в этот период, у меня это как раз было там, в 14-м году, мне хотелось странненького. Я любила вот такое. А сейчас я уже просто... Мне очень понравились комментарии, когда у одного нашего эксперта это... Я в целом не по этим горячим помойкам, а у второго... А для меня это уже пройденный этап. Ладно, достаю. И сейчас я вам покажу вот такой очаровательный флакон. Интересно. Он у меня был, кстати, в видео, когда я представлял бренд. Но я его почему-то смутно помню. Причем этот аромат чуть не попал в другую подборку. Про который мы с тобой тоже будем рассказывать. И в другую тему. И в последний момент я от него отказалась. Там, по-моему, что-то такое, да, древесно-табачное. Ну, собственно, ты в деревяшке. Ты в деревяшке. Ну, собственно, что? Мы, на самом деле, это все считали, по большому счету. И опять, а вот здесь вот, внимание, это марка, которая пытается угодить всем. Ну, да. Ну, правда. Вот. То есть она совершенно не уникальная. Поклонники Вильгельма. Я хорошо отношусь к Вильгельму парфюмерии. Но мне кажется, самое прекрасное, что там есть, это сам Ян Вильгельм, если честно. Вот. Но, да, это Скандинавия. Это вот это вот ощущение «мы погорельцы», собственно. Ты его носишь? Ты его почему решила включить? Я его решила включить, потому что мы подбирали, как раз у нас будет с Кариной другая тема. И этот аромат… Скандинавия, скандинавские бренды. Скандинавские бренды. Еще сделаем спойлер, да. И, собственно говоря, этот аромат, мы прям долго сомневались, включать его, не включать. И в какой-то момент я от него отказалась, его заменила. Но аромат у меня что-то запал мне как-то вот в память. И я решила, что да. Его время здесь. Прекрасно. Давайте, поехали. Открываем. Очень винтажная история такая. Мне здесь очень пахнет такими какими-то сливами. Может быть, даже забродившей вишней. Это что-то такое прям… Мне слишком много вот этих всех плотнючих цветов на какой-то такой дубово-почульной базе. Слушай, сейчас. Ну, роза, какие-нибудь нарциссы. Пион, мне кажется, здесь есть какая-то вариация пиона или попытка его. Пион я тоже, возможно, сказал бы да. Но вот эти, скажем так, цветы, которые часто просто огромным батальоном в ароматах того времени. Вот такая пирамида. Вот такой каразин. Ты знаешь, роза, нарцисс, там что еще, не знаю, жасмин. Все на белом свете, какие-то орхидеи, все туда вот прямо. То есть все вот, да. Но пахнет очень знакомо. Прям вот до боли знакомо. Кому? Это женская. Женская, да. Женский такой, я бы сказал, добротный люкс, прошедший испытание временем. Я бы даже сказала, что это что-то такое больше винтажненькое. Но, возможно, здесь вариация новодела какого-то. Но я бы сказала, что сам аромат, он такой прям... Потому что это даже не ретро, это именно что-то винтажное. Это такая тонкая грань, казалось бы, да. Два слова про одно и то же, но это именно винтаж какой-то прям такой. А в дураке дешево? Сколько бы за это отдали? Я бы сказала, что, ну, дорого. Но мне скорее тоже. Больше десяти. Может, конечно, это какая-то такая игра современности уже и заигрывание с тем, что было. Я прям, кстати, реально затрудняюсь. Ну, в плане... Я не думаю, что это прям винтажный флакон каких-то там 80-х годов. Может быть, это и новодел, но определенно того, что было выпущено вот раньше. Для меня это что-то, какой-то такой темный, элегантный флакон, что-то такое высокое, с гранями какими-то. Гвоздика, мне кажется, здесь есть определенно. Как бы вы это назвали? Честно говоря, я бы... Вот у меня какая-то ассоциация посвящения. Я бы это посвятила какой-нибудь жгучей актрисе золотого века, какой-нибудь... Какой-нибудь Верочке Холодной, да, вот что-то? Ну, типа того, да. Мне сложно предложить название, потому что раньше, как мне кажется, все было более таким абстрактным. Ну, там всякие, я говорю, дюны, там, пуазоны. То есть оно все не называло конкретно, да, там, не знаю, розочка такая-то, пивончик такой-то. Все было как-то более так образно. Но дать ему какой-то образ прям затрудняюсь. Но определенно не какая-нибудь там, не знаю, не какая-то гвоздичка просто. Вот что-то такое вот, да. Просто для меня это какая-то такая жгучая женщина, типа Софи Лорен. Это что-то прям экспрессии. Это какая-то вот прям страсти какой-то вот именно вот прямо на... Специи тоже здесь, мне кажется, есть. Пыла какого-то прям такого. Если бы я называла, я бы это обращаю. Для меня это прям такая, знаете, вот типа вдова дона сицилийской мафии, которая недавно распарила в кислоте труп мужа. Это вот что-то прям... Вот что-то такое. Вот она сейчас облачилась во все черное. Все знают правду. Да-да-да. Но все делают вид, что они ее не знают. Он прям роковой такой. Роковой. Он прям роковой, вот прям... Я скажу так, что это не лучший выпуск этого аромата. Лучше, к сожалению, в Россию не возят. Я, когда буду показывать флакон, расскажу, как выглядит лучший выпуск. Что его нужно искать, его там больше роз просто. Вот, но это потрясающая красота. Классная такая. Носили бы? Я? Да. Да. Однозначно, да. Меня заинтересовало. Ну, я вас очень обрадую, потому что стоит... Да не отворачивайте меня в последний флакон. Потому что стоит это просто 3 копейки конорейка. Это кориандр Жан-Кутюрье. Мне Саша Одинаева давала его от Левант. Вот оно что. Да. Это типа 2 тысячи рублей. Лучший выпуск во флаконе. Он выглядит как просто атомайзер. Такого холодного, оливково, фисташкового цвета. Я знаю, что он продается на американских парфюмерных стоках. В России я его не видела в продаже ни в одном интернет-магазине. Там просто чуть больше роз. За счет вот этих смещенных акцентов. Мне он кажется чуть интересней. У меня сложилась картинка. Но это в любом случае прекрасно. И это стоит реально 2 тысячи. Но визуально, честно могу сказать, что у меня содержимое с внешним видом флакона. Да, согласен. Если бы я просто шла по магазину, а мы все всегда смотрим глазами, прежде чем что-то понюхать. Потому что нигде не написано, что мы там увидим. Нет какой-то неоновой надписи. Я не факт, что к нему бы подошла, если бы искала такое настроение. Потому что для меня это какие-то темные... Для меня это флакон и кейка мечери. Вот это должно быть во флаконе кейка мечери старым вот этим темным. Или новым, но просто покрашенным в черный цвет. В черный цвет. Это что-то должно быть такое вот прям завораживающее. Это какая-то прям... Это ночь во флаконе. А здесь такая вот крышка примерно вот такого цвета, как на декадансе. Это вот какое-то, я не знаю, это страсть во флаконе. Нет, флакон стрёмный, но аромат прекрасный. И есть маленькие объемы, которые выглядят посимпатичнее, кстати. Это очень красиво, правда. Я бы не угадала, я не знала. Я надеялась, что вы его не угадаетесь, если честно. Вот, я еще очень много чувствую, конечно, таких специй. Вот именно, вот как раз кориандр, какая-то гвоздика. Если вишня, то скорее вишневые листочки. Ну вот у меня какое-то первое... Открывайте. Эти листья вишни. Первое у меня были какие-то вот такие сливовые... Ну просто набор для засылки огурцов. Ну типа того, да. А потом раскрывается роза и становится красота. Вы как-то, по-моему, выпали немножечко. Да, какой-то он прям... Кориандр очень мощный, очень мощный кориандр. Немножко сбивает. Причем я сижу уже, потом думаю, зачем я нюхаю кориандр? Потому что, ладно вы, вам надо рассказать. Это сандал, причем такой, он скорее молочный, а достаточно мягкий, припудренный как будто бы. И чуть-чуть подперченый. Я думаю, что это унисекс. Не буду врать, просто заранее скажу, без обид. Но этот аромат больше я принес сюда для корины. Это какой-то лютанс, я так думаю. Нет, 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 не лютанс. Но у меня потом к тебе будет много вопросов, когда я его вскрою. Вот, поэтому, ну естественно, твои мысли тоже сразу же слушаю. Просто да, как бы вот у меня к тебе будет поговорим потом, да. Перетрем, да. Какая-то явная история есть. Тебя, Карина, травила этим ароматом? Нет, потом просто говорю, ну как минимум два вопроса таких вот как бы. Я тебе задам, да. Хорошо. Мне здесь много дерева, мне здесь много пряностей, таких перченых пряностей. У меня очень здесь сильный, резкий сандал. Возможно, он не такой, возможно, это просто я к нему действительно чувствительна. Я бы сказала, что это что-то мужское. Мне кажется, что это не будет чем-то супер популярным. И не то, что стоит на каждой первой полке и в каждом уважающемся магазине. Это, по-моему, ни разу не популярно, то есть я даже не уверен, где это можно послушать. Это что-то должно быть такое прям, ну... Где-то, вероятно, можно, просто я не в курсе. Но это не то, что создавалось целью «продаем всем и суперкоммерческим». Нет, это нишенька, это такая усредненная нишевая марка. Это была какая-то игра. Но у вас пока кроме дерева особо никаких вариантов, да? Ну, сладковатое дерево с ирисами, с чем-то таким вот припудренным, дерево припудренное. И это специи, не только специи, как деревяшки, но, вернее, как жгучие специи, но еще что-то такое сладковатое. Мне кажется, просто здесь не ирис, а вот то, что корень ириса, да, когда вот добавляют, он дает вот эту такую какую-то пудровую ноту. И в то же время он немножко сладкий, он не сваливается в горечь и какой-то такой дает оттенок. Потихонечку просто буду раскрывать, раскатывать клубок. К тебе сразу вопрос пока еще. Не пахнет ли тебе он немножечко кедром лютанцевским, если ты его хорошо помнишь? Кедр я помню плохо, но что-то, да, вот эта деревяшая часть общая есть. И даже феминитая часть. Ну, очень как бы... Ну, именно кедровая половина феминитая. Да, да. Тебе есть. Чуть-чуть. Потому что мне есть. Да, 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 есть. Мне просто было интересно, будет ли у тебя. Если ты знакома с феминитой дюбуа или с сетха, ну, какая-то такая вот древесная... Ну, ты, в принципе, искала, что у тебя тоже здесь есть дерево. Ну, мне здесь много дерева, поэтому какая-то, если брать чисто деревяшку, то да, она здесь будет, мне кажется, перекликаться. Но мне сложно сказать, что они прям похожи с общей композицией. Нет, ты вот мысленно раздели феминиту на две половинки. Вот эта вот сливовая, вот эта вот алкогольная часть, а вот эта вот часть, которая про дерево. Кстати, мне здесь что-то фруктовое, ягодное даже, скорее. Там есть, там как будто дерево, пропитанное фруктами. Ты очень хорошо идешь, да. Там как будто дерево, пропитанное фруктами. А теперь, да, думайте. Значит, фруктовая часть, и мне кажется, я сейчас не играю в угадайки, просто как бы так. Фруктовая часть плюс, мне кажется, твоя главная обсессия последнего месяца-двух, я не знаю. Роза-кортье? Нет, именно у тебя, мне кажется, очень много вот этой ноты за последнее время. Османтус, конечно, османтус здесь есть, безусловно. Османтус плюс фрукты. Но это не рок-ром-блугари. Нет. Нет, это не он. Давайте я достану, потому что мне просто было интересно так завести. Я точно не угадала. Потому что, опять же, зная твою османтусовую обсессию, было интересно, как бы, захочешь ли ты его к себе в османтусовую подборку. Это выглокух, собственно говоря, османтус гиян. Просто мне было интересно, потому что, ну, у тебя османтусовый период, как я понимаю. Да, у меня прям османтусовый период. И, может быть, тебе тоже он будет близок. И я так понимаю, что это не тот османтус, про который везде там говорят, кричат и прочее. Вообще нет, но давайте будем честны. Марка действительно очень... Она была у... Ну, наверное, сейчас есть в магазинах, которые назывались Parfum Palace. Потом эти магазины открылись. Сейчас этот дистрибьютор сделал для себя вот этот ужасный бренд Bush, который во флаконах как... Я понял, о чем-то, да. Но с совершенно отвратительными кищевыми вот наклейками и с описаниями на фраграме, на... в золотом сайте золотого яблока, за которые, я считаю, нам должны доплачивать. За то, что мы их читаем, потому что это абсолютно трэш. И там копии полностью. Бренд, они рассказывают, что они из Монако или из Монте-Карло или еще откуда-то вот, вот откуда-то оттуда. И, собственно, эта марка у них вроде тоже как бы осталась. И я знала, у меня был от них аромат Farah или как-то так. Ну, это практически копия Haltat Night. Я, собственно, поэтому от него избавилась. Вот. Ну, это интересно. На самом деле, вот это лучше, чем Farah. И точно лучше, чем Bush. Я не знакома вообще с ними, поэтому, конечно, у меня не было варианта угадать. Я тоже не знакома. Опять же, мне его прислали в слепой затест. И мне как бы стало интересно. То есть, во-первых, я не знал, что такой бренд есть. Во-вторых, что, ну, есть османцевый аромат. Потому что мне, скорее тоже, я не скажу, что у меня прям запой, но мне интересна османцевая тема. Как-то так аккуратно к ней подступаюсь. И мне он был действительно интересен. Потому что, мне кажется, здесь и сандала много, про который вы говорили. А он заявлен в пирамиде. Сандала много. Там персикс, османтус, сандал, что-то еще замешано. Но в целом, да, вот эта фруктово-древесная как бы комбинация, она здесь есть. Здесь я просто вообще... Я чуть другой просто османтус люблю. Я просто вообще для себя здесь не чувствую османтуса. Возможно, мне его забивает сандал. И вот такие ароматы для меня в моей, в моем гардеробе, они закрыты ароматами руж-бани-руш. То, что вот я здесь чувствую, для меня оно туда где-то. Может быть, если бы я не так остро слышала сандал, я бы, может быть, здесь услышала османтус. Он для меня здесь каким-то таким легким сладким фоном. Но он не солирует, поэтому это вот... Скажем так, если бы я прочитала название, я бы ждала вообще другой запах. И у нас остался последний аромат. Он у нас от редакции, и он у нас по комментариям наших пользователей, подписчиков, самый часто повторяющийся за последнее время. Поэтому закрываем глазки. И сейчас я буду... Самый часто повторяющийся в последнее время, я просто угадываю до начала. Это ганимет. Может, это он и есть. Потому что просто обложили, обложили со всех... Тебя тоже, да? Да, я очень наслышан. У меня комментарии оставляли. А что вы думаете об этом аромате? А что вы думаете об этом аромате? Постоянно. Я думаю, что же такое там... Просто постоянно. Прям намазано. Постоянно. Может, это он и есть. Открываем глазки. Это... Я могу дать жирнющую подсказку, за которую, возможно, меня съедят в комментариях. Но вы, если вы не узнаете этот аромат, вас проклянут просто. Нет, я догадываюсь, что нас проклянут. Это что-то супер популярное, это что-то супер узнаваемое. Просто вас исключат из экспертов, я вам сразу говорю. Это мужское... Так, у меня два версии. Или нам мюглера подсунули, или нам лютанца подсунули. И сейчас мы с тобой облажаемся просто как бы... Но я... Нет, это прям... Это... Слушайте. Я когда очень... Это что-то типа Азарохром. Вот прям... Вот когда мне было 17, я бегала на свидание с мальчиками, которые вот этим пахли. Я согласен, что мужской. Чем вам пахнет? Мужской такой... Свежий. У Эйвен был такой аромат. Это прям каталоги Эйвен 2003 года. Мужской свежий, да, такой... Не знаю, ну... Ну пахнет вот этим... Я не уверена, что я это угадаю, но это... Адидасом вот этим пахнет немножечко. Это реально, это пахнет моей юностью. Это пахнет прям вот 2003 годом. 2002. Вот примерно те времена. Это какой-то мужской лег с того времени. Очень популярный. Но он достаточно приятный, потому что, опять же, я сказал про Адидас, просто может кто-то не понял отсылку. У нас с тобой, по-моему, был Адидас. Адидас, да. И который мы там, который мы нахвалили. Да. Это был, правда, неплохой. Мне он приятен. Я, честно, уже прям не помню его досконально, чтобы сказать, он это или нет. Но оно приятно. Это прям флэшбеки. Это флэшбеки в 2002-й. В 2003-й. Это совершенно несовременно. Это мужской люк с того времени. Но оно приятное. Вот я говорю, мне... Оно простое, как вот три притопа, два прихлопа. Это прям вот какая-нибудь, знаете, Аква Диджио, Азаро Хром. Оно балансирует. Какой-нибудь Шанель Гаист какой-то из там вот этих, вот я их не помню. Потому что вот этот неприятный... Ну, прости от меня, наши зрители. Но вот в этот неприятный мужской люкс, мне здесь... Он меня не уводит. Хотя какой-то вот этот зачаточек там есть. То есть, знаешь, он как бы так балансирует. То есть там вроде бы есть вот эта люксовая мужская ДНК. Но приятно. Мне кажется, создатели мы от вас тоже проклянут и исключат из экспертов. Так, что еще? Если мы рисуем образ. Мыло пошло. Альдегиды и мыло. Пятерка, что ли? Да не может это быть пятерка. Рисуем образ. Кто это? Опишите мне этого человека. Кстати, ты сказала, пошло. Альдегиды поперли. Просто в какой-то момент резко ломанули альдегиды. Прям мыло тотальное, да. Прям вот... Кстати, пишите в комментариях, кто предлагал этот аромат. Пишите, как вы его слышите. Ассоциируется ли он у вас с тем, что называют наши эксперты. Обязательно прям жду-жду всех комментариев. Я просто сейчас вспомнила, когда Маша, наша главная, дорогая, привет тебе огромный, у нее был какой-то слепой затест, и она тоже упорно называла номер пять мужским автошейвом. Вот мне кажется, просто скорее всего, почитывая, что у нас с Машей там плюс-минус ровесницы, наверное, был тогда какой-то вот именно... Он реально пахнет автошейвом, но есть в нем... Альдегидами. Да. Альдегидами. Я на всякий случай просто обезопасю нас с тобой. Не знаю, в каком контексте ты говоришь, что нас там проклянут, но это не лютанц, это не мюглер, если вдруг нам вы решили подсунуть, я ничего не припомню, ни там, ни там. Я ничего абсолютно. Да, но мало ли. Да, отдает теперь каким-то вот таким винтажненьким люксом в плане вот этих всех альдегидов. Это как будто на классическую мужскую парфюмку из начала нулевых, вот я говорю, типа Азарохром, просто фиганули сверху альдегидов. В чем бы вы это продавали? Во флаконе. Логично. Какой-то такой или прозрачный, или синеватый флакон. Ну, он, скорее всего, прозрачный, я думаю, да. Простой формы. Простой? Да, лаконичный, да, то есть не какие-то там вот эти все изыски и венделя. Жидкость, скорее всего, прозрачная, может быть, чуть-чуть с каким-то легким. Если пятерка, то скорее какая-нибудь там лео или премьерка, не парфюмерка. Но... Ты носил бы такой? Зависит от того, что это будет, потому что вот если это пятерка, то я ее ношу. Причем люблю очень там на ночь нанести и спокойно лечь спать. А если это 9,75, то я подумаю. Если, да, если это какой-то мужской люкс, то я, возможно, его бы куда-нибудь там записал, если у меня спросят посоветовать, потому что это из тех, которые мне скорее приятны. И это не такая банальщина. Но я все-таки... Вот ты меня как-то увела в сторону вот каких-то вот этих... Ну, есть, есть, есть. И то, и другое. Если бы ты не сказала, я бы, наверное, не считал, но... Не считал, я имею в виду. Но, да, поперло, что называется. Поэтому... Я прям не хочу вам его показывать, я хочу, чтобы вы еще что-нибудь мне про него рассказали. Какая-то, да, такая мыльно-альдегидная тема, которая начиналась весьма мужски. Нет, почему-то все-таки для пятерки мне мало. Как-то вот... Или, опять же, какая-нибудь... Красная Москва. Ну, какой... Ну, она такая фиалковая сейчас. Что, мне кажется, нет. А здесь это именно... То есть это точно не Шанель, да? Отстань. Я бы сказал, что нет все-таки. Или какая-то там версия пятерки, которую я не знаю. Ну, какая у нас есть ЕДП... ЕДП, туалетка, духи... Лео, премьерка, там, мист... Лео, премьерка, мист для волос. Масло для душа. Нет. Но это не оно, оно было маслянистое. Ну что, достаю? Да, потому что прям... Ну что, друзья мои? Я не знаю. Да. Я тоже. А я теперь поняла. Я, правда, не встречалась с этим мальчиком. У моего соседа был такой парфюм. У соседа, у Сережи. Вот, собственно, ты его знаешь. Это мусская версия. Да, типа, флешбек не в 2000. Хотя, скорее всего, я думаю, что, возможно, у кого-то был и он в свое время. В общем, открываем конкурс комментариев. Как можно было не узнать? Я жду шквал. Я женский это не узнаю, да, потому что я его не настолько хорошо знаю. Он женский очень с ромашкой. Хотя тоже не факт, что его так перебрали. У меня у мамы был, я помню флакон. Не факт, что я его узнаю. Но я не понимаю. Я не очень понимаю, на самом деле, почему нас просили его узнать. Потому что это настолько... Ну вы же помните, да, что это постоянные комментарии? Что как можно не узнать? Нет, нет, этот комментарий я понимаю. Я просто не очень понимаю, почему требовали его. Друзья, объясните, зачем? Может, чтобы мы облажались. Вполне возможно. Друзья, кто о нем писал? Пишите в комментариях, рассказывайте. Понравилось ли вам, как его считали эксперты? Почему вы хотели именно его? Считаете ли вы, что наши эксперты должны остаться экспертами после того, как они не угадали? Или они должны сдать партбилет, мы должны больше никогда не пускать в студию? В общем, расскажите, почему вы хотели именно этот аромат? Потому что наши эксперты не поняли. Ну, то есть, нет, правда, он нормальный, он очень устаревший, он... Учите матчасть, основы знать надо. Я пошла. Учите матчасть. Курсы переподготовки. Да, да, да. Повышение квалификации. Да, повышение квалификации экспертов духов РФ. Ну что, вот такие вот у нас интересные получились сегодня за тесты. Ребят, расскажите, какие ароматы на вас произвели наибольшее впечатление, что прям вот врезалось в сознание, в память и, может быть, стал каким-то неожиданным открытием? Я, с вашего позволения, да простите меня, но можно я себе дам уже какой-нибудь статус короля Шанель? Потому что уже, в принципе, какой раз, ну, второй, но тем не менее, я угадываю аромат Шанель, поэтому, ну, было интересно для меня, что, да, я продолжаю говорить о том, что, в принципе, ДНК бренда можно считать, если его так, ну, изучить... Если в нем копаться, да, конечно. Да, если в нем копаться, то да. Насчет, это было как бы приятным таким моментом. Было интересно мне, наверное, может быть, даже отчасти разочарованием, что я не угадал кориандр, потому что я его знаю, и я его не считал, как бы, ну, опять же, тут можно много говорить, хорошо угадывать или нет, но, как бы, мне немножечко было за себя обидно, что я его знаю, не было попадания. Было, наверное, приятно, что насчет Миракл Ланкомовского я ходил вокруг до около, оказался, в принципе, рядом, да, потому что мы сошлись во мнении, что это похоже на Идоль, и открытие приятное, это вот Rose of No Man's Land, по-моему, называется, от Байреда, потому что я все тоже к нему подступаюсь, как и ты, и, наверное, да, претендент на то, чтобы я сегодня ушел в этом аромате, все-таки вот присмотрюсь к нему теперь так основательно, вот. Я поняла, где-то по Дмитровскому шоссе вот просто отлавливать людей, похожих розой ничей на земле. Так, у меня, мне интересен вот этот вот, собственно, брекот, потому что Асмантус, попробую его там полноценно найти, а не после подсказки. Собственно, что важно, я услышала то, что да, это действительно ДНК и доля, и я убедилась в том, что не мне одно это кажется. Ну и, на самом деле, тому человеку, который добавил вот это, спасибо за ностальгию, потому что вот правда швырнула куда-то, куда-то в те времена. А вот. Тебе как, Даша? В плане открытий, ну, наверное, прям открытий нет. Меня очень порадовал вот этот флакон, честно могу сказать, просто и содержимым, и внешним видом. Я вот еще раз его покажу куда-нибудь на какие-нибудь. Это, мне кажется, просто прекрасно. И я не знаю, я вообще люблю лаконичные флаконы. Даша, подожди, это надо вот так показывать. Даша, сейчас тебе будет, в общем, вот это надо показывать, просто вот шик, фрик, слэй, просто вот, ну, оно не уходит в китчевость москина, мне кажется, они все-таки, или тебе уходят? Просто она разная. Потому что москина, это предвидетельский китч, а это вот просто, можно еще просто делать вот так. Я уже боюсь, что она просто упадет и разобьется. Нет, она хорошо держится. Вообще, мне кажется, что это прекрасно. Я не знаю, я первый раз среагировала на подобный флакон, потому что обычно я люблю, что более лаконичное, элегантное, стильное, но здесь я прям не могу от него оторваться. Мне очень понравилось о том, что все-таки я, да, я вот как ходила вокруг этого аромата, я его как-то заранее, да, я почему-то его разглядела в ланкоме, но тем не менее, да, и здесь я к нему тоже пришла, и, скорее всего, я тоже буду сегодня его пробовать на себе. В целом, по остальным, мне понравилась ваша реакция на золотую лихорадку Бракар. Ну и для затравочки я хочу сказать такой маленький, малюсенький спойлер. Денис, для тебя статус, связанный с угадыванием Шанеля, он в процессе, поэтому скоро и ты, и зрители нашего канала подтвердят твой статус, поэтому, да, ты сегодня прям вот подтвердил, что мы все правильно делаем. Ссылки на все ароматы сегодняшних слепых затестов вы найдете в описании, под этим видео, перейдя по которым, вы сможете ознакомиться с пирамидами, почитать отзывы других пользователей и узнать цены на сайте духи.рф. В комментариях под этим видео пишите, какие ароматы вы хотите увидеть в следующих слепых затестах. Также в описании под видео вы найдете ссылки на телеграм-канал Дениса, Карины, на мой инстаграм и на телеграм-канал духи.рф. Переходите туда, там работает активный чат и там всегда можно общаться. Не забывайте ставить лайк этому видео, если оно вам понравилось, подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну, а мы с вами прощаемся и до скорых встреч. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok